Глава двадцать восьмая Глава двадцать восьмая Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог Около того места были поместья начальника острова именем Публия Он принял нас и три дня дружелюбно угощал Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы И оказывали нам много почестей и при отъезде снабдили нужным Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове И приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию И, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами Они же сказали ему Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков Одни убеждались словами его, а другие не верили Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию Пойди к народу сему и скажи Слухом услышите и не уразумеете И очами смотреть будете и не увидите Ибо огрубело сердце людей сих И ушами с трудом слышат И очи свои сомкнули Да не узрят очами И не услышат ушами И не уразумеют сердцем И не обратятся, чтоб я исцелил их И так, да будет вам известно, что спасение Божие Послано язычникам Они и услышат Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою И жил Павел целых два года на своем иждивении И принимал всех приходивших к нему Проповедуя Царствие Божие И уча о Господе Иисусе Христе Со всяким дерзновением невозбранно Субтитры создавал DimaTorzok